Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим очередной инди-хоррор. Сегодня у нас на повестке игра Candles, то есть подсвечники или светильники. Кому как больше нравится, так и переводите. Сегодня у меня, как вы слышите, совершенно другой голос, потому что я записываю на гарнитуру от Razer, на Megalodon. Раньше я записывал на свой стандартный микрофон, который у меня прикручен, в принципе, изолентой к этой же гарнитуре, просто потому что он мой любимый. Такие дела, короче говоря. Но в данной игре звук невозможно подрегулировать, а на старом микрофоне чувствительность не особо хорошая, поэтому я решил записывать всё-таки на родную гарнитуру Razer. Она тут очень хорошая, но голос очень сильно почему-то искажает. Ой, голос у меня получается какого-то ботана какого-то. Ну да ладно. Так, ну давайте начинать, посмотрим. Игрушка очень маленькая, весит 200 мегабайт. Я оставлю ссылку в описании к видео на блог автора. Её делали, по-моему, 3 или 4 человека. Там сможете скачать билд и для Windows, и для Mac. Короче, кому как нравится. Ну и что? Мы в каком-то тёмном-тёмном месте. Стандартно. Люди, которые мне посоветовали эту игру, сказали, что она очень неплохая с технологической точки зрения. Но я не знаю, в темноте этого не увидишь. Пока что очень темно. Так, ну и что? Пока что не страшно, вообще. Ну, видимо, это потому, что... Всё хорошо видно. Или как? Ой, закрой пока двери. Ну вот, прощёлкал я. Пока ты ушёл, твой подвал... В генераторе кончилось топливо. И твой дом был захвачен тёмной ночными чертями. Ой, да пофиг. Короче говоря. Хорошо, ладно. Ну, как я и говорил, для такого инди-проекта независимо выглядит всё крайне хорошо. То есть, графика приятная. Оп. А теперь свет включен. Ладно. Единственное, что меня тут вымораживает пока что, прям с самого начала, то, что двери сами по себе закрываются. Это очень непривычно, а в целом это очень похоже на амнезию. Какой-то неофициальный мод. Но, понятное дело, что технологии совершенно другие, да? То есть, и физика неплохая. Ты посмотри, а? Авторы молодцы. Ой, это что за херня? Не хочу знать. Так, я думаю, мне нужен ключ, чтобы попасть в эту дверь. Эта дверь в моей спальне, похоже. Твою мать. Это что такое было? Ну ладно. Я, конечно, не понял, что это такое, но... Что вообще тут надо делать? Тут, похоже, заходишь... Тихо. Заходишь в новую комнату и нужно выключать, зажигать канделябр. Я так понял. Вся суть игры. Вот я вижу свечку. Ну-ка. То есть, они света боятся, да? Вестмарк. Да что скрипит-то так? Ой, блядь. Я ничего не вижу. Так. Да что ж весь дом-то так скрипит? Ёлы-палы. Да хорэ хлопать. Хорошо. Маленько себе. Тут про борьбу света с тьмой, я так понял. И пока ты находишься в луче света, тебя тронуть они не смогут. То есть, они тупо исчезают, да? Ну, неплохо так для проекта маленькой студии. Даже не маленькой студии, а одного человека практически. Крайне неплохо. Единственное, ну, то, что тьма непроглядная вообще. Так, вон, вижу подсвечник. Фу. Самое страшное, это успеть добежать до подсвечника, до того, как... Если тут что-то есть, допустим, вот тут бы стоял кто-нибудь. Не знаю. Как неспокойно-то, а? Тихо, 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 тихо. Вы по глазам, я думаю, видели, да? Так, а как мне его? Я сейчас... Он прям за дверью. Меня сейчас убьют. Ну да. Так, возвращаемся. После смерти меня загрузило у входа в дом, я пробежал за 15 секунд. И пробуем по новой, что ли? Давай. Слабак. Хорошо. В принципе, идея в данной игре довольно-таки примитивная. Сделано всё на очень простом уровне, но... Всё же для первого опыта крайне неплохо. Так, где тут у вас свет? О, ключик. А, вот и ключ. Теперь я могу попасть в свою целую ред... Это что у нас? Кто-нибудь мне напомнит в комментах? Так, ну теперь мне назад, видимо, надо, да? Звуки, конечно, странные. Там у нас паренёк стоит, я решил к нему не ссуваться, потому что нам всё равно туда не надо. Поэтому... Подожди, меня так не устраивает. Ну-ка. Где свет? Ну вас нафиг. А почему весь свет потух, а? Это же не круто. Так, ну вот, теперь эта дверь открылась, да? Супер. Так, теперь тебя выманивать. Да твою мать. Где он? Где бы он ни был, теперь его там нет. Что это вообще? Кто это такой? Какой-то английский сэр с собакой. Куртка вроде как лётная. Да пофига. Так, что у нас? О, вот ты, да? Да что ж такое, блин. Не успел назад попятиться. Так, продолжаем. Опять пришлось пробежать всё по новой. Эта игра начинает меня уже раздражать. Она однообразная. В ней, в принципе, очень мало идей. Для первого раза, конечно, неплохо, но... Я ожидал большего, как говорится. Так, там у нас паренёк. Причём даже свет горит. Почему ты... Фу, исчез. Это, по большей части, я могу сказать, что технодёмка... Технодёмка неполноценная игра. Но посмотрите на эту картину, да? О, Путин. Путин же. Ладно. Почему я не могу его взять и носить с собой, чтобы убивать этих тварей просто на постоянной основе? Так, давай только дверь не закрывайся, пожалуйста. Уф, как хорошо, что ты тут есть. Так, ну что, братюнь? Слабак. Ой, блин, в темноте. О! Блин, ну почему я не могу взять киянку или молоток? Или что это такое? А, это пила. Ладно. Так, а тут где у нас канделябр? Ага. А нафига ему две антенны? И что, всё, что ли? Я думал, его заводить сейчас придётся. Свет. Отлично. Ну, в целом, видно, да, что технологически у данного автора руки растут из очень правильного места. Вот на это на всё натянуть текстуры высокого разрешения. Это будет очень не кислотехнологичная современная картинка, современный движок. То есть с физикой и поддержкой очень всё хорошо. Но, собственно, геймплея тут как-то маловато. Так, ладно, куда мне идти теперь? Ой, блин. Что ж ты пугаешь меня? Фу, так. Всё, спать, что ли? Наконец-то я могу поспать. Отлично. И это, судя по всему, да, это всё. Чё-то маловато. Спасибо, что посоветовали. В принципе, вещь неплохая. Вот ровно на один раз, я думаю, большего она не заслуживает. Это скорее технодемка, чем игра. Ну, пару неприятных моментов она мне доставила. В принципе, было прикольно. Но как-то чувство лёгкой такой незавершённости от всего этого. Поэтому давайте-ка мы попробуем ещё раз от динозавров побегать в окопах, что ли. Почему бы и нет? Так, вот мы тут. Давайте попробуем ещё раз. Английский. Controlling. Почему? Это же английский вроде бы. Sprache. Я не понимаю, конечно, что это означает. Так, кнопка Shift, E. Так, всё понятно. Давайте ещё парочку жизней попробуем. Если не выберемся, то попробуем на следующей неделе. Почему бы и нет? Найдите лестницу. Good. Good. Я-я. Так, давно я уже не играл. Блин, ну прикольно выглядит игра. Этого у неё не отнять. Так, где у нас там что-то начнёт происходить? Я точно не помню, но... Так, консервы. Ну, сейчас, по-моему... Ладно. А, сейчас мы пойдём направо. Пробежит динозавр. Так, понятно. Оторвали ногу. Так, тихо-тихо валим, валим. Я вообще не понял, для чего эти приколюхи? Они толком нифига не помогают. Не отпугивают больно. Ничего. Так, я по памяти иду вроде бы туда, куда нужно. Ой, да тихо ты. По идее, мне вообще нужно... Нет, это я больше нажимать не буду. Мне нужно найти... Бункер. А вот тут у нас уже газ идёт. Так, что-то я давно сегодня как-то... Не встречался с... Этими тварями. Ой, блин, не то сделал. Так, вот тут, по-моему, уже у нас было, да? Или нет? Вот, сюда. Подожди, я её... Я... Ой, чуть-чуть не задохнулся. Твою мать, что случилось? Бляхо, ну что ж такое? Я же уже и маску нашёл. Ну почему меня убили опять? Ничего. Вот в этой серии мы выберемся. А если не выберемся, то пошла эта игра на сегодня. Хватит. Эта игра шатает мои нервы. Не так, конечно, как какой-нибудь краю Фир, но вполне неплохо. Добрый день. Так, подожди. Нужно вспоминать, куда я шёл. Так. Тут я пошёл... Я не помню, куда я пошёл. Я опять потерялся. Тихо. Это, по-моему, совсем... Ой-ёй-ёй. Совсем не то место, куда мне нужно. Зря я пошёл в эту сторону. Тут ничего хорошего нет. Кроме винтовки. Блин, я никогда отсюда не выберусь. Так, ну чё, пошли потихоньку. Так, где может быть эта тварь? О-о-о. Тихо-тихо-тихо. Я, по-моему, сейчас в отдельном таком... Как это назвать? Короче, мне по-любому мимо него надо пройти. О-о-о. Пошёл вон. Почему они вообще не дохнут от пули, а? Да ты посмотри, ему пофигу просто. Всё, хана. Скотина. Ладно, ладно. Выберемся, значит, на следующей неделе. Когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно добью эту игру. Она маленькая, но я постоянно теряюсь. У меня ориентирования в пространстве просто ноль. Но как бы там ни было, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Увидимся в следующих сериях. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok